Ну что, друзья, застал меня на пляже Ката-Дождь, и приходится прятаться от него в кафешке. Это кафешка, та, которую я вам показывал, на которой находится вот эта вот искусственная волна. Для занятий с серфингом, протопал там. Кто-то на волне поскользнулся, остановили пока воду. Погода вот такая, идет дождь, и, судя по всему, он надолго. Поэтому буду коротать время здесь. Заказал себе пиццу, и сижу здесь, жду своего заказа. Вот уже мне принесли кову со льдом. Кто-то травмировался вот на этой горке. Вернее, это не горка, это искусственная волна, которую делают для того, чтобы учиться стоять на доске. Еще раз вам повторю. Кто-то упал. Ладно, неудобно тыкать туда камеру. Такие дела. Вот такая тут обстановочка, уже новогодняя елочка. Сейчас покажу вам, какую пиццу мне принесут. Короче, судя по всему, вызвали скорую помощь, потому что вот освобождают места для прохода бригады, чтобы забрать пострадавшего на этой искусственной волне. Он там вот лежит, человек вот. Сейчас, наверное, скорая подъедет. Может, перелом, может, тык знает, что там у него. Короче, тоже такая штука, видите, опасная. Не все так просто. Под большим напором вода подается вот по этой горке. И не всегда это проходит гладко. Вот так выглядит моя пицца. Она небольшая, на такой досточке деревянной. С такой вот бумажной подложкой, типа старой газеты. Прикольная подача такая. Мне нравится. Кола. В общем, классика жанра. Все, приятного мне обедита. Ну вот, такая картина. Приехала уже карета скорой. И пациента забирают, видимо, перелом. Наложили шину на ногу. И вот работники этого центра серфинга помогают ему переломить. Так что, друзья, не совсем безопасна эта тема. Хоть это искусственно все. Вроде бы и здесь инструктора, все дела. Но в море, вы падаете в море, в воду. Это не твердая поверхность. А здесь в любом случае эта поверхность является твердой. И ударившись от нее. Ну, может, она, конечно, там подложена что-то мягкое. Не знаю. Но, тем не менее, по-моему, у него перелом. То ли где-то в районе щиколотки. Вот так вот получилось. И все. Человек уезжает на скорой больнике. Обошелся мне ужин пицца и кола в этой кафешке в 193 бата. Ну, не дешевое заведение. Но пицца была вкусная. Мне понравилось. Друзья, всем привет. Я хочу вам сейчас снять окрестности моей виллы, где я живу в моем районе. Пройтись по улочке, которая проходит рядом с нашей виллой. И просто показать вам окрестности. Место, где я живу на Пхукете. Там видно пляж Патонго, море. Ну, не только Патонго. Видно и более дальние места. Здесь вот такое расположение. Вы уже видели, в принципе. Но еще раз хочу пройти. Также есть такая вот кресло-качалка прикольная, деревянная. Вот главный шеф этого заведения, управляющий местный. В бассейне, как всегда, нету никого. Почему-то люди, жители отеля, там не купаются. Я там сколько купался, а я всегда был один. Так, сейчас вам покажу еще. Сигулук ап. А, открыто? Ага. Да, он говорит мне, что балкон, который находится в номере, вид из которого открывается на Патонг, открыт. Потому что там жили люди. И до этого он меня как бы не пускал сюда. А сейчас я хочу вот снять, посмотреть. Чтобы вы видели. Это самый коронный номер этого отеля. И здесь вы живете вот с таким видоном. Патонг. Красотень. Ну, красота же. Да. Вид шикарный. Внизу тут склон. Можно по склону, кстати, спуститься. А здесь нет патонг? Нет? Нет. Здесь дороги, говорит, нету на Патонг. Как бы, ну, хотя здесь вот пешком пройти вообще метром, не знаю, там 400. А так, получается, объезжаешь вокруг по дороге для того, чтобы попасть в район уже на набережной. Бережной, пляжа. Вот такая красота. Вот такие вот номера. Можно? Вот. Это самые дорогие здесь апартаменты. Они выглядят вот так вот. Здесь даже есть ванная. Туалет. Кухня. Полноценная большая кухня. Со шкафами, с мойкой, плита даже газовая. Смотрите, ну, вытяжка, все так на уровне. Холодильник, понятно. Вот. То есть, это, можно сказать, квартира. Вот такая вот спальня. Одна большая двухместная кровать и отдельная, если вы с ребенком, вот удобно. Такой вот шкафчик. Здесь просто сейчас идет уборка. И опустили сделать такой обзорчик. Вот такая вот вешалка здесь. Кроме шкафа одежного есть вешалка из бамбука. Плазма. Вот такой красивый диван и красивый работник. Картина в таком вот стиле. В общем, хорошие апартаменты. Ну, и самое здесь, конечно, козырное. Это вот такой красивый вид. Да. Шикарный номер. Ну, стоит он чуть больших денег, чем тот, в котором живу я. Так, ну, пойдемте. Thank you, my friend. Окей. Надо будет дать ему ночейок за то, что... Так, а куда? Мне сюда нужно выйти. Здесь, возможно, съехали люди или куда-то ушли. Они тут всей горьбой делают такую уборочку, короче. Так, ну, пойдемте. Теперь выйдем с виллы. И я вам покажу, как выглядит местность рядом с отелем. Поскольку территорию отеля вы уже неоднократно видели. Все вам здесь известно. Территория небольшая, но очень уютная. Такая... Есть такая вот беседочка красивая есть. Для меня, как бы, территория вполне подходит. Это не лакшери вилла там какая-то, не лакшери отель. Здесь есть свои нюансы, свои какие-то... Недоработочки, учитывая, что индусы, ну, они как всегда такие, чуть-чуть ныряшливость у них присутствует. Вот. Ну, это, тем не менее, не портит этого прекрасного места. Вот он вид на отель. Это заезд, ворота. Здесь парковочка для байков. Есть открытая. Есть закрытая вот под навесом. Вот такая здесь инфраструктура. Рядом, напротив, находится обычный жилой дом местных жителей. Каких-то кафешек здесь ничего такого нету. И отель, он, как бы, вот тут расположен так каскадом и спускается туда вот вниз. А дальше пошла уже гора с джунглями. А здесь, видимо, вот проходят какие-то строительные работы будут. Или что-то такое. Здесь такая площадка, где расчищено все. Убирается земля. В общем, роется какой-то котлован, завезены плиты, трубы лежат. Ну, в общем, строительный объект. Здесь кто-то что-то будет строить. Я так понимаю, земля дорогая на Пхукете. Тем более в районе Патонга. Сюда очень быстро можно добраться до самого, так сказать, пикового эпицентра всех событий. До Банглароу, до набережной самого Патонга. Ну, в общем, земля здесь очень дорогая. И ее с каждым годом все меньше и меньше, потому что застраиваются очень многие участки. За счет того, что остров развивается, туристов все больше. Очень многие инвестируют в строительство на Пхукете. И оно довольно выгодное. Даже за время стройки, пока вот люди оплатили там третью часть квартиры, покупают на уровне еще котлована. Вот петухи местные тут касаются. То за 2-3 года строительства стоимость жилья вырастает в два раза. Были такие случаи. Я общался с риэлтором, с девушкой, которая работает здесь на Пхукете. В сфере недвижимости, она сказала, что вот был такой. То есть люди инвестировали, оплатили. И через буквально годы строительства, обычно строят они 2-3 года, в среднем у них строительство объекта. До минимума там какого-нибудь, да. Вот тоже местный дом. Так выглядит, сидит местный таяц на порожке своего дома. Вот такая тут красота. Вот такие вот, так сказать, бонусы может получить человек, который инвестирует в недвижимость на Пхукете. Вот тоже частный чей-то двор. Такой барбос тут смотрит. Пошел, пошел. Я все, я ухожу, ухожу, ухожу. Я тебя не трогаю. Молодец. Охраняет. Увидел, что я встал напротив двора. Снимаю сразу. Сразу начал лаять. Ну шо. У каждого своя работа. Фух. Душновато. Под утро. Рано утром был дождь. В шестом часу утра. Сейчас парит так чуть-чуть. Вот дорога пошла выше. Там еще есть какие-то строения. Я же говорю, но это уже такая дорога, как бы чисто туда доехать, там, где живут люди. Тоже есть какие-то еще выше, там, бунгало. Или, может, кто-то местный живет, или тоже какой-то отельный объект. Не знаю. Ну, есть вот пешеходная дорожка, видите, вот я иду по дорожке. Вообще обалденно здесь жить. То есть, ты живешь в центре Пхукета, на самом центральном, в самом центральном районе, район Патонга. И у тебя здесь фактически тишина, спокойствие. Ну, шума практически нет. Ну, вот я иду, там, проехала пару байков и машина. Все. А вечером, ночью здесь вообще тишина. А на Патонге, наоборот, там ночью начинается такой шабаш, что реально не уснешь. Вот тоже какая-то вилла, видите, наверху на горе. Очень красивая. С таким вот балконом обалденным выходит. Да, красивое место. И здесь вот идет опять же строительство. Вот будет, я думаю, на следующий год уже готовый объект. Очередной тоже какой-то мини-отельчик. Либо вилла, вот его, я так понимаю, одно здание, которое еще не достроено. И рядом вот уже готовое, уже, ну, как бы оно уже застеклено. Уже все. Вот. Так, ну, и справа вот еще какой-то домик. Он такой узенький, интересный, как стоит, как панель. Это жилые дома, наверное, все-таки. А может, тоже сдают. Да не, наверное, тоже отельная тема, потому что номера 302, 301. Да, это тоже отельчик небольшой. Застраивается, застраивается территория Пхукета все больше и больше. То есть выше и выше и выше. В гору лезут, потому что внизу уже ничего нет. Там уже вся земля расчерчена. Да, да, да не могу. Вот этот вот домик, который я вам показывал, с такими красивыми балконами, выходящими в сторону моря. Оттуда, я думаю, тоже видно хорошо по Тонг. Ну, прикольно, конечно. Не знаю, как туда заезд. Круто на горе стоит этот домик. Ну, как видите, я уже прошел почти скоро до километра. И здесь нету никаких магазинов, фактически. Ну, вот здесь вот есть аренда байков. Здесь можно снять байк. Вот это первая коммерческая такая точка, которую я встретил. За исключением отеля. Ну, и вот такой вот, не знаю, что это, магазинчик. Вот, смотри, такой прикольный дом. Как он сделан красиво. Вообще фасад такой необычный. Класс. Очень уютный, красивый домик. Да, расположен в таком месте. Здесь живут вот такая вот мини-парковочка. Для байков маленькая. Такой декор вот из какого-то корня дерева. Ну, красиво все, очень красиво. Клеточки с птицами. Попугайчики вот. Сидят. Ну, ухоженное такое, конечно, здание. Двор интересный такой. Все в плиточке. Все вот так вот. Классно. Он небольшой, но очень уютный, конечно. Я бы хотел здесь пожить в таком месте шикарном. Сейчас посмотрим еще. Вот здесь стол такой с цельных досток. С лавочками. Классно. Балкон вообще, фасад. Ну, классный дом, блин. Я как-то всегда тут на байке пролетал и не обращал особо внимания на него. Очень красивая территория. Компактная, но сделана с душой. Ну, а здесь практически сразу за двором этой виллы дикие джунгли. Как бы, ну, здесь ничего нету. Там вот какая-то лачуга. Видимо, не знаю, может, кто-то с местных живет. Может, какие-то хозяйственные постройки. А так все, вот, гора и спускается вниз. Ну, я думаю, вот эта территория тоже будет со временем как-то застраиваться. Просто это проблематично, потому что она, видите, здесь, ну, как распадок такой, яр. Ну, здесь нет ровной площадки. Его нужно засыпать, это завозить. Грунт чем-то это все планировать. Ну, в общем, непросто это все сделать. Вот, сюда вот стекают какие-то, какая-то вода течет откуда-то с горы, не знаю, от дождей. Смотрите, какие листья тут нереальных размеров. Просто нереальных. Вот этот листок, вот моя рука, она не занимает и половины этого листа. Эти просто, просто громадные, друзья. Лопухи такие. Здесь какой-то ресторанчик небольшой. Тоже с террасой такой. Не, ну, прикольный, прикольный. Я здесь, кстати, не был. Можно зайти, поснимать. Посмотреть, что здесь внутри. Барная стоечка. Терраса такая обалденная. Выходит тоже с видом на потомк. Барчик классный вообще. Все здесь так. И вот такая вот терраса. Тоже видно потомк. Ну, классное место вообще. Да, так, ну, здесь играет музыка. Нужно выходить, потому что меня сейчас за это будет наказывать YouTube. Так, идем дальше. Собак местных тут ходит довольно много. Ну, вроде бы, как бы, агрессии они пока не проявляли. Ну, фиг знает. Так, стая стоит такая приличная. На байке проезжаешь, как бы, пофиг. Правила особо. На них не обращаешь внимания. Ну, нет у них такого, что они там бегут за байком. Знаете, как есть? Говорят, не знаю, в Индии. Но я поеду, узнаю, насколько там дурные собаки. Проезжаешь на байке, она выскакивает где-то из-под какого-то забора. И летит тебе под ноги, под колеса. Бросается, пытается схватить за ногу. То эти вроде бы такого они не делали пока. Дальше какой-то розовый дом. Розовый, розовый дом. Наверху на крыше тоже терраса сделана здесь. Видимо, живут люди. Просто такая вот территория небольшая. И дальше огромный такой распадок с джунгами поросшими деревьями. Туда куда-то какой-то мусор скидывают. Ну, тоже они такие, знаете, разгильдяи в этом смысле. Они такие, конечно, как индусы, но есть у них. Ну, вот типа загородили сеточкой зеленой. И вроде как бы вот проезжающему туристу особо не видно. Но если заглянуть туда, получается, там такая не очень презентабельная картина. Что-то строят. Долбут какую-то землю. Долбут. Не знаю. Ага, кошка прячется. Собаку увидела. Что, сейчас она тебя запасет? Не увидела. Спряталась за байком. Одна вот лежит, но это местная. А та вот, которая пробегала, такая... Раз. Вот внизу там какие-то жилища есть. Не знаю, местные там живут или кто. Так, какие-то местные. Ну, там, конечно, такой... Трешик. Ну, живут. Гляньте, тут... Там реально целый... Целый район. Трущобы местные, короче. Вот видно довольно хорошо. Сейчас я приближу вам. Смотрите. Вещи сохнут там. Байки стоят. И там вот один дом, вот внизу первый. Дальше пошел вот второй дом. Потом еще дальше вот там вот находится вот третий дом. То есть целая улица. Такой вот застройки. Они на сваях такие забиты. Столбики такие, подпорки. Потому что здесь кровом уклон. И чтобы получилась ровная площадка, нужно передний край делать на... Что-то опирать. Поскольку выровнять площадку и никто выравнивать не будет. Это какие-то, ну, люди явно не... Небогатые здесь живут. Ну, прикольно, конечно. Интересно. Сюда даже зайти можно. Ну, вот обратная сторона, как бы, Таиланда, да? Пукета. Но я не знаю, насколько люди будут доброжелательны. А здесь вот упакован мусор. А может, они занимаются упаковкой и сортировкой мусора. Потому что здесь много... Вот отдельно стеклянный мусор, ну, бутылки отдельно. Пластиковые бутылки вот попакованы. Здесь, наверное, какая-то живет артель, которая занимается мусорными вопросами. Это их не бизнес, они этим зарабатывают. И вот здесь они себе устроили такую вот свою такую коммуну, территорию, на которой они живут. Ну, не буду я туда идти. Может, там могут быть собаки, которые... Это так вам показал, как бы, не туристическую сторону Пукета. Но это присутствует везде, в любых городах есть. Ну, не в любых, но во многих. Есть такие вот гетто, где живут какие-то... Люди несостоятельной, так сказать, категории. Так. Ну, дальше. Вот тоже какая-то дорога, уходящая в горы. Она закрыта такими воротами. Там даже вот пару собак пошло. Охраняют въезд туда. То есть, видимо, там тоже кто-то живет. Не знаю. Ну, вот еще один домик. Здесь занимаются торговлей какой-то. Кокосики лежат. Вот такой двор. Вдалека. Ну, пока еще никто не выскочил там, не матюкался на камеру. Потому что бывают случаи. У меня в Европе были, в Нидерландах. Выскакивал хозяин дома. Требовал показать, что я снял его дом. Потом потребовал удалить это. Видео, в котором попал его дом. Ну, вот тоже какая-то строительная площадка. Завезен строительный мусор. Тоже будет, видимо, планировать что-то. Что-то строят. Ладно, друзья. Дальше не пойду. Вот примерно такая инфраструктура на протяжении всей этой дороги, которая выходит. Потом она упирается в Т-образный перекресток. И там вы уже спускаетесь. Ну, это если ехать в сторону Корона. Туда на Кату. На Кату Ной. Вот. Идем назад. Вот так вот тайцы ездят на машинах. Здесь это разрешено. Здесь и человек в кузов набилось. Никаких там техник безопасности особо не парит никого. Вот такие вот, кстати, храмики есть в каждом дворе. Они их ставят. Это у них святая. Святых. Ну, сюда привозят много строительного мусора. Я так думаю, что здесь будут планировать площадку для того, чтобы что-то строить. Кто-то купил участок. Но его нужно выравнивать. Дерево с какими-то стручками такими. Огромными. Ладно, друзья. Все. Может, вечером пойду сниму вам еще местную движуху. Только не на Бангларод, а обычную вот такую среднестатистическую улицу. Чтобы вы увидели всю эту жизнь, всю эту суету. Такую с кучей лавочек, кафешек, магазинчиков. Какие-то, ну, в общем, передать вам атмосферу такую вечернюю Таиланда. Тайской такой улицы. Это будет район Патонга. Но не тот блядушник, извиняюсь, который я вам снимал. А улицу, которая в основном заселена местными. Ну, то есть не туристическую улицу, скажем так. Все, добро. Всем добра, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok